Услуги, которые мы получаем. Независимую оценку качества прошли учреждения социального обслуживания, здравоохранения, культуры и образования региона. Мониторить работу соцсферы поручил президент Владимир Путин. На начальном этапе оценка обошла стороной частные коммерческие организации. Законодательство предполагает, что все организации, которые оказывают услуги и медицинские, и образовательные, и социального обслуживания, и в сфере спорта, они все должны пройти оценку. Независимо от того, государственные или не государственные они. У нас в регионе эта работа еще предстоит. 22 организации социального обслуживания региона оценивали в несколько этапов. Был опрос и на сайте департамента соцзащиты, и анкетирование. С результатами работал общественный совет. Оператором, который проводил оценку, выступил Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Общественным советом были сформированы предложения по техническому заданию для организации оператора, включающие обязательно анкетирование граждан, так как наши получатели услуг в силу своего возраста и состояния здоровья далеко не все могут воспользоваться соответствующим электронным сервисом. Организация оператор провела опрос 9 тысяч или 98 процентов получателей услуг в центрах социального обслуживания. У всех проверенных организаций социального обслуживания удобные в использовании сайты. Есть телефоны горячей линии. А вот другой критерий – комфортность и доступность организаций – выявил большое количество минусов. Не все учреждения рассчитаны на маломобильные группы населения. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания. Анализ выявил высокий уровень удовлетворенности получателей социальных услуг нравственными качествами работников организации и их профессиональной компетентностью. Показатели близки к единице. А вот в учреждениях здравоохранения персонал доброжелательностью не отличается. Качество медицины оценивали путем интернет-опросов. 500 пациентов пранкетировали лично. На этапах оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях основными недостатками явились невнимательное или грубое отношение персонала – почти 28% опрошенных. Проблемы при записи на прием к врачам – 24% опрошенных. И очередь на прием – около 15% опрошенных пациентов. В дальнейшем в подобной работе губернатор предложил руководителям ведомств чаще выходить за пределы интернет-пространства и опрашивать людей лично. Мы должны понимать, что мы в этой ситуации выхватываем из общего круга населения наиболее активную часть граждан и фактически игнорируем тех, допустим, бабушек, дедушек, мужчин и женщин, которые, нарвавшись на хамство в каком-то учреждении, глотнули и пошли домой. Но внутри у них осадок от власти по отношению к власти, к организации этого процесса, безусловно, остался. Все выявленные недостатки и рекомендации общественных советов профильные департаменты обещают учесть в работе с подведомственными организациями.